МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Почетный возраст. В канун Дня пожилых глава Чувашии встретился с ветеранами труда. Человек, покоривший мир. В Чебоксарах открылась выставка, посвященная 80-летию художника Праски Вити. На связи Поднебесная. Преподаватели Аньхойского университета помогают дошколятам Чебоксар изучать китайский язык. 1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. В его преддверии везде проходят тематические фестивали, конференции и конгрессы. Столица Чувашии не стала исключением. С ветеранами труда встретился глава республики Михаил Игнатьев. Местом встречи не случайно стал Чебоксарский комплексный центр социального обслуживания. Здесь постоянно живут 32 ветерана труда. Еще более 100 бабушек и дедушек проводят в социальном центре свой досуг, занимаясь гимнастикой и рукоделием. Таких детских садов для пожилых в республике несколько. У нас в республике всего 295 тысяч граждан старше трудоспособного возраста. Из них более 90%, это 250 тысяч, пользуются услугами наших учреждений. У нас основная масса обращающихся, это с доходами ниже прожиточного минимума. Поэтому им услуги предоставляются бесплатно. Те, у кого доход превышает прожиточный минимум, они, естественно, оплачивают часть стоимости услуг. Но стоимость чисто символическая. О том, что спорт – лучшее средство в борьбе с недугами, чебоксарские пенсионеры знают не понаслышке. Помимо уличной гимнастической дорожки, в центре функционирует спортивный зал. Здесь на гимнастике мы занимаемся и дыхательной гимнастикой. И много упражнений у нас физических на развитие различных групп мышц. Они укрепляются, укрепляются наши мышцы, улучшается осанка. Мы устраним, становимся худеем, работает наш мозг. Дочка, когда смотрит, я прихожу домой и показываю ей, какие я делаю упражнения, говорит, мама, неужели это вы делаете? Я говорю, да, мы делаем эти упражнения. В спортивный подарок нестареющим пенсионерам преподнес глава республики Михаил Игнатьев. Новый шаговый тренажер заменит уличные прогулки в непогоду. Еще одним хобби воспитанников комплексного центра стало посещение многозетных семей. Практически у каждой бабушки появились приемные внуки, за которыми они ухаживают в свободное время. Когда человек совершает благородное дело, всегда он становится успешным. И в семье хорошо, и счастья побольше, добрых счастливых лиц больше, добрых улыбок побольше. От этого, конечно, ваши долгие эти. Поэтому, высказывая слова благодарности, хочется вам пожелать благополучия, мира, согласия, любви к друг другу и долголетия. Самое главное. Приятным завершением встречи стал показ модных шляпок и сумочек, сделанных бабушками-рукодельницами. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Насколько уверенно и спокойно чувствуют себя юные граждане, реализуются ли их основные права? Как работает в Республике национальная стратегия действий в интересах детей? Обсудили на заседании Координационного совета при главе Чуваши. Речь шла о профилактике социального сиротства. Семейный кодекс гласит, каждый ребенок имеет право на жизнь в семье, воспитание своими родителями, уважение его человеческого достоинства, всестороннее развитие. Задача властей – создать необходимые условия, при которых эти права будут реализовываться. В первую очередь для детей, у которых по различным причинам нет семьи. Последний всплеск социального сиротства конца прошлого века еще памятен. Детдома в Республике были переполнены. Сегодня, к счастью, количество сирот сократилось до 3,5 тысяч и более 90% из них воспитываются не в казенных домах. Тем не менее, в отдельно взятых муниципалитетах ситуация время от времени обостряется. Особое внимание требует наметившаяся в этом году тревожная тенденция к увеличению количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. Я хочу муниципальное образование назвать. Где они? В Чебоксарах, Яльчикском, Алатарском, Красночитайском, Урмарском и Комсомольском районах. Нужно отметить, что в Алатарском, Арбусарском и Яльчикском районах в текущем году все дети из числа выявленных устроены на воспитание всеми. Основными причинами социального сиротства является лишение родительских прав, нахождение родителей в местах лишения свободы, отказ родителей от детей. Здесь надо отметить о том, что здесь, конечно, 25 детей мы обозначим, в то же время тут и дети, которые оставляются так называемыми мамами-туристами, которые рожают здесь и уезжают сами в другие регионы. Один из способов профилактики социального сиротства – ранее выявление неблагополучия в семье. Трагедии, всколыхнувшие в последние годы общественной стороны, показали – беду можно было предупредить. Участковые и полномоченные, органы опеки, педагоги, правозащитные организации должны чутко реагировать на тревожные сигналы. В Чувашии ведется планомерная работа в этом направлении. В республике с 2007 года реализуется проект «Участковая социальная служба для работы с семьями и детьми». В нем принимают участие 25 организаций социального обслуживания, проводящие работу с семьями и детьми на 257 участках. Еженедельно участковые специалисты организации социального обслуживания проводят совместные рейды со специалистами субъектов профилактики в неблагополучные семьи, общественные места, образовательные организации с целью выявить учащихся, не посещающих учебные занятия. И, кроме того, обмениваются информацией. Глава республики попросил обратить внимание на семьи, где родители являются официально незарегистрированными безработными, в том числе и по причине неформальной занятости. В результате почти в два раза увеличилось количество детей, не получающих пособия, в основном по причине отсутствия справок о доходах. Михаил Игнатьев поручил рассмотреть возможность упростить процедуру оформления пособий. Социально значимые проекты. Сегодня в Чебоксарах изучали управленческие практики по созданию благоприятных условий для их реализации. Пенза, Екатеринбург, Москва. Пожалуй, в каждом регионе накоплен свой опыт оказания социальных услуг. Больше года в России действует закон, регулирующий правоотношения в этой сфере. Немалую роль в его реализацию играют некоммерческие организации. Цена работа понять, да, готово вообще население к тому, что часть услуг им будет оказываться не государственными и муниципальными организациями, а некоммерческими организациями и социальными предпринимателями. Да, есть проблемы, есть вопросы, но мы как раз сейчас собрались для того, чтобы обсудить, понять, что нам нужно сделать, чтобы вот закон, который вступил в силу в 1 января 2015 года, 442, да, который как раз регулирует всю эту социальную сферу, получил реальные механизмы работы. На конференции обсуждались лучшие практики аутсоринга в этой области. Например, создание социально-производственной площадки трудоустройства и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой проект уже реализуется в Пензе, и не только он. В этом городе много успешных социальных практик. Я очень рада, что на Пензской земле очень много неравнодушных людей. Собственно, поэтому мы и можем говорить о том, что у нас действительно работают люди с добрыми сердцами и действительно очень много некоммерческих организаций. Очень радует тот факт, что направления этих организаций различны. В Пензе некоммерческие организации охватывают все сферы жизни, начиная с помощи ветеранам и молодым мамам и заканчивая заботой о бездомных животных. Участникам конференции из Чувашии тоже есть что рассказать. НКО Республики планомерно расширяет границы оказания помощи нуждающимся. Одна из организаций сейчас работает над проблемой адаптации в социуме детей с ограничениями по здоровью. Сами дети и те, с кем мы хотели бы общаться, это закрытость. Не каждая проблема общества, наверное, невосприятие тех детей, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем. Сами дети не идут на контакт. Наше общество должно принимать тех детей, которые являются необычными детьми, чтобы они стали такими же обычными детьми протянуть руку помощи. На конференции также обсудили вопросы подготовки первого Всемирного конгресса для людей с инвалидностью. Его планируют провести в Екатеринбурге. Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика. Восток дело тонкое. Теперь это прекрасно понимают и воспитанники Чебоксарского детского сада номер 8. Больше месяца дошколята изучают культуру Поднебесной. Недавно детям начали преподавать и китайский язык. Ребята оказались способными учениками. Сегодня в этом убедились мои коллеги. Приветствовать друг друга на китайском языке дошколята научились давно. Начинали с простых слов, теперь ребятам под силу и песни спеть, и стихи рассказать. Э, 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 кук, сянг, сянг, тенге, бай, мау, фо, лё, лё, ши, кунг, сянг, бо, кинг, бо. Вообще в этом детском саду разработали насыщенную образовательную программу. Дети изучают чувашский, английский и китайский языки. Лекции проводят преподаватели университета из провинции Аньхой. Расстояние не помеха. Познавать страну восходящего солнца помогают интернет-технологии. По два сеанса связи в неделю. Преподаватели из Китая обучают, дошколят грамматики и артикуляции. Ребята признаются, язык непростой, но изучать его интересно. Такая тетика, ее зовут Люда, она нам говорит, а мы за ней повторяем, мы узнаем там слова новые. Изучают по-китайски голосные буквы и согласные. Я считаю, что в современном мире, когда налаживаются отношения между Китаем и Россией, все-таки этот язык перспективен и, возможно, будут очень востребованные переводчики. Так что китайский язык, я считаю, что полезен. Онлайн-уроки китайского языка в детском саду начали проводить летом. В июле сюда с рабочим визитом приезжала делегация провинции Аньхой. Дистанционные курсы стартовали уже через месяц. Для зарубежного университета это пилотный проект. Первыми учениками стали 10 человек, воспитанники старшей группы. Самое главное все-таки развитие познавательного интереса ребенка к разнообразным альтернативным национальным культурам. Уроки не проходят даром. Теперь в детском саду ставят на китайском и творческие номера. На новый язык недавно перевели и народную сказку репкам. Уроки китайского языка в детском саду намерены проводить чаще. Желающих записаться на эти курсы становится все больше. Медрик Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика. Сегодня исполняется 50 лет специальным моторизованным войским частям внутренних войск МВД России. В войсковой части 39.97, расположенной в Чебоксарах, эту дату отметили в торжественной обстановке. В числе приглашенных была и наша съемочная группа. И в дождь, и в снег, в любую погоду они приступают к охране общественного порядка в стране. Войсковая часть 39.97 представляет собой 738-й отдельный специальный моторизованный батальон Приволжского военного округа внутренних войск МВД России. Военнослужащие оказывают помощь в обеспечении общественного порядка и безопасности. Особая страница в истории части вписана военнослужащими, которые участвовали в ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Северного Кавказа. О потерях помнит вся Чуваша. В боевых операциях погибли 6 военнослужащих, в том числе и сам командир части полковник Валькевич. Все они с честью выполнили свой долг, отдав своей жизни за мирный покой нашей Родины. Их имена навечно останутся в списках личного состава войсковой части 39.97. Жизнь продолжается. На смену одним бойцам приходят другие. Часть 39.97 многонациональная. Здесь служат ребята из Марии Эл, Ивановской области, Дагестана и, конечно же, Чувашия. Уроженец села Красноармейская, контрактник Аркадий Мефодьев, в части с 2009 года, после срочной службы в Дагестане. Пришел не по чьей-то указанию. Сам, служба есть служба. Патриотизм должен быть у каждого человека. В целом я удовлетворен своим выбором. Приношу благо России. Это по охране общественного порядка. Кстати, до нынешнего года весь состав части был полностью укомплектован только по контракту. С 2016 года ряды военнослужащих вновь пополняются солдатами-срочниками. А сегодня в торжественной обстановке в части отметили 50-летний юбилей специальных моторизованных воинских частей внутренних войск МВД России. В те времена, когда они создавались, это была элита внутренних войск. Туда шли самые образованные, физически подготовленные, морально подготовленные, психологически подготовленные люди шли. Сейчас, в 1966 году. Ровно 50 лет назад. Эта традиция сохранилась и по сей день. От количества наград, которыми за все годы отмечены заслуги военнослужащих в войсковой части 39-97, подтверждают это лучше всяких слов. Сегодня во многом благодаря добросовестному отношению заслугищих в воинской части, понесению патрульно-постовой службы, охране общественного порядка, а также в период проведения массовых мероприятий на улицах Чебоксаров царит покой и порядок. За параллельную мужесть и горизм более 40 заслугищих, частью достойных правительственных наград. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. Он научил по-другому смотреть на этнику в искусстве. Заставил думать и размышлять. Проски Вити – народный художник республики. В Чувашском государственном художественном музее открылась персональная выставка, посвященная 80-летию мастера. Для Виталия Петрова или Проски Вити привычно выставляться в мировых столицах. С его работами знакомы любители искусства Берлина, Парижа, Афин, Стамбула и Брюсселя. Немцы говорят, неужели есть такой народ. Такой вопрос, конечно, для меня важен. Важен, что вызвал интерес и есть ответ. Да, есть такой народ. В столице Чувашии же выставок мастера давно не было. Хотя в Чебоксарах есть одна работа Проски Вити, которую каждый видит и которой каждый восхищается. Проски Вити – автор монументально-декоративных росписей общественных зданий в Ижевске, Казани, Перми, Краснокамске, Новочебоксарске, Тольятти и других городов. Творчество Проски Вити интеллектуально и конструктивно. Оно неожиданно и индивидуально. Ему нет аналогов и потому, но необычно и затягивает, и заставляет погрузиться в себя и размышлять. Вижу тот огромный труд, те работы, которые вы сделали за свой творческий путь. Сталкиваясь с работой в вашей графике, будь это живопись или эмаль, я всегда получаю заряд энергии скрытой в ваших картинах. Здесь уже было сказано, что где-то нужно давать пояснение, но тем не менее все они оставляют огромное впечатление у любого, кто сталкивается с данным произведением. Все, кто знаком с художником, лично отмечают, что он олицетворяет чувашский народ. Разрабатывая тему национального, Проски Вити придерживается своего креда. Чуваши рисуют чувашей по-чувашски. Космогонические представления чуваш передаются им с помощью символики и метафор. Художник использует не только узоры и орнаменты чувашской вышивки, но и фольклор, пытаясь зримо передать слова и мелодии народных песен, в которых отражено миропонимание и душа народа. Он впитал в себя, в свое творчество, все то богатство, все то наследие, которое оставило нам предыдущее поколение. И поэтому в нем вот эта искорка, искорка молодости, в нем всегда это ощущается. И настолько любит свой народ, настолько он патриотичен. Проски Вити – автор станковых произведений живописи и графики. Исполнены в технике афорта. Черно-белые и цветной линогравюры, гуаши, акварели, рисунка карандашом и тушью. Художник занимался книжной иллюстрацией, резьбой по дереву. Среди работ мастера – изделия из керамики, а также выполнены в технике горячих эмалей. На выставке, которая открылась в художественном музее, представлено более 200 произведений, над которыми мастер работал почти всю свою жизнь. На тему народа нашего. Здесь вы можете увидеть наши песни, наши танцы, нашу одежду и наши обычаи. Старался я нарисовать, но, конечно, здесь прежде всего галерея наших знаменитых людей, которые на новый уровень подняли чувашский народ. И не только в каком-то прикладном искусстве. У нас здесь есть портреты профессиональных музыкантов, профессиональных поэтов, литераторов и так далее. Конечно же, думаю, достаточно полно показывают сегодняшние мои устремления. Татьяна Молокова, Татьяна Раенская, Олег Якимов, Республика. Еще древние индийцы открыли для себя целительную силу йоги. Произошло это примерно за 3000 лет до нашей эры. Практически практика быстро распространилась по всему миру. Сегодня ею занимаются вне зависимости от возраста и даже физических возможностей. В преддверии Дня пожилых людей наша съемочная группа отправилась в одну из студий Чебоксар, чтобы познакомиться с теми, кто всегда идет в ногу со спортом. Занятие йогой – это способ договориться с собственным телом. Сдавливая, растягивая, скручивая, напрягая, расслабляя мышцы, человек учится понимать себя. Недаром йога считается духовной практикой. Она позволяет вывести сознание на более высокий уровень с помощью физического развития. Наталья Яковлева преподает йогу дамам солидного возраста уже много лет. Коллеги отмечают, что я постройнела, похудела. Это во-первых. Во-вторых, я чувствую по своему физическому состоянию, ну, стала понимать, принимать, чувствовать свое тело, чего раньше вот у меня не было. Мой потом йога – это возможность научиться правильно дышать. Эффект от регулярных занятий, поддержания тонуса тела и излечения многих заболеваний, в том числе хронических, что грехотает, возраст сказывается на подвижности, умственных способностях, да и не очень правильное питание в течение всей жизни, тоже дает о себе знать. Восстановить связи между телом и мозгом помогает йога. И на голове мы стоим, и делаем различные упражнения, суринамаскар и чандринамаскар, и растяжками мы занимаемся. Очень большое внимание деляем скруткам, потому что хатха-йога – это движение, поставленное на дыхание. Это в первую очередь работа с позвоночником, ну и, конечно, с уставами, мышцами и связками. Каждое занятие – это новый шаг на пути к зрелой красоте и душевной молодости. Завтра чебоксары присоединятся к Международному дню ходьбы. В центре города на Красной площади, улицах Константина Иванова, Михаила Сеспеля и Ленинградской с 7 утра до 12.30 будут ограничены стоянки и движения транспорта. Движения организуют по Президентскому бульвару, Московскому проспекту и улице Калинина. Стать участником Международного дня ходьбы может любой желающий. Старт в 11 часов на Красной площади. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова